Вопросы ингурской истории, отношения между нашими народами и поднять эти вопросы на самый высокий федеральный и даже мировой уровень, уровень мировой исламской общины. Решение данного вопроса я взял бы на себя. Я для этих целей даже приглашу профессионального режиссера с Первого канала. Саламу алейкум и рахматуллах и баракату, дорогие мои ингурские братья и сестры. Аллах Всевышний в месяц поклонения, в месяц Рамадан связал нас настолько крепко, что у меня аж дыхание перехватывает от стремительности, с которой развиваются события. Я искренне прошу вашего понимания и прошу прощения за то, что не смог сразу ответить на огромное количество запросов, которые пришли в мой адрес, на огромное количество комментариев. Но хвала Всевышнему Аллаху. Сейчас эта возможность уже появляется. И с того момента, как по воле Всевышнего Аллаха я обрел ингурских братьев и познакомился с высочайшим уровнем воспитания ингурских братьев, с высочайшим уровнем выдержки, этикета, с высочайшим уровнем веры и знаний ингурских братьев. Я в каждом маджесе, в каждой встрече, где бы я ни находился, будь то в регионах России, будь то в Европе, будь то на Ближнем Востоке, я везде рассказываю об этих высочайших качествах и образцах морали, этики, поведения, крепкой веры наших ингурских братьев. И хвала Всевышнему Аллаху, что в этот месяц он не изменил моего мнения о наших ингурских братьях и сестрах. Потому что в этот месяц я получил столько внимания с вашей стороны, столько возможностей, несмотря на мои скромные труды, столько возможностей заработать аджир инча Аллах перед Всевышним Аллахом. Братья ингуши держат меня в таком тонусе, что не дают расслабляться ни на миг и заставляют меня вновь и вновь обращаться к Всевышнему Аллаху, обращаться к Слову Всевышнего Аллаха, обращаться к пути посланника Аллаха, мир ему благословения, обращаться к книгам знаний. И раз за разом на каждой новой встрече, при каждом возможном случае еще раз рассказывать окружающим братьям о том, чем я обязан нашим братьям ингушам и чем я обязан такому вниманию со стороны наших братьев ингушей. Аллах Всевышний да воздаст вам за ваше высочайшее качество, за выдержку в период недопонимания между братьями, за то, что позволяете братьям еще глубже взглянуть на тонкости наших взаимоотношений. Аллах, ведь все мы знаем, какое высокое положение имеет братство между мусульманами в нашей религии. Поскольку Аллах Всевышний в суре Худжурат говорит Поистине верующие братья, так примеряйте, улучшайте отношения между ними и бойтесь Аллаха. Возможно, вы будете прощены. Аллах Всевышний называет братьями верующих. И послание к Аллаху, мир ему благословение, дает критерии обретения этого братства и прощения Всевышнего Аллаха. В этот месяц, когда открываются врата рая, для меня по-особенному звучат слова послания к Аллаху, мир ему благословение, который говорит, не войдете вы в рай, не войдете вы в рай, пока не уверуете. Субханаллах, это то, ради чего мы живем, ради чего мы пришли в этот мир, ради чего мы совершаем каждый наш шаг, мы совершаем каждый наш вздох. Это обретение милости Всевышнего и вхождение в рай, где не будет разногласий, где не будет обид, не будет конфликтов. И пророк Аллаха Всевышнего, мир ему благословение, говорит, не войдете вы в рай, пока не уверуете. И не уверуете вы до тех пор, пока не полюбите друг друга, и не полюбите вы друг друга до тех пор, пока не будете желать своему брату того же, чего желаете себе. Это высочайшие критерии обретения истинного братства я всегда находил в наших братьях-ингушах. И, альхамдуллилля, почерпнув этот багаж крепкой веры, высочайшего этикета, преданности братским отношениям, я всегда развозил его по всем уголкам, где бы я ни оказывался. Альхамдулля, в этот месяц Рамадан я вновь получил огромный заряд братской поддержки, братского внимания со стороны ингушей, альхамдулля. И еще раз благодарю вас, дорогие братья, за такое внимание к моим скромным трудам. Аллах Всевышний да воздаст вам за вашу выдержку, за ваш сабр, за ваше смирение, за то, что вы так высоко цените братские отношения и позволяете раз за разом еще больше вкладываться в укрепление наших братских отношений. Ведь вы прекрасно знаете, что величайшие ученые, по примеру посланника Аллаха о Мире Благословении, даже отменяли многие суннаты ради сохранения братских отношений. Один из величайших имамов нашей умы даже отменил чтение Азана ради того, чтобы сохранить братство между мусульманами. Когда возникли разногласия между верующими относительно того, читать Азан, прошу прощения, читать дуа после Азана или не читать, наш один из великих имамов сказал «Вообще не читайте Азан». Субханаллах. Мусульмане удивились, как можно не читать Азан, разве это дозволено? На что он сказал «Азан» – это всего лишь сунна. Важное, но сунна. Братство между мусульманами – это фарс, это обязанность, которая стоит выше многих других вопросов и из религии, в том числе и из повседневной жизни. Ихамдуллиллах. Дай Аллах, чтобы мы ориентировались на эти высочайшие критерии братства и чтобы мы всегда возносили свое братство на этот высочайший уровень и находили возможности и духовные, и душевные силы для его укрепления. И в этот священный месяц я знаю, что ингушские братья обратились ко мне с запросом разъяснить некоторые возникшие недопонимания по вопросам ингушской истории, по вопросам становления республики Ингушетия. Естественно, Субханаллах, в этот месяц, как и в любое другое время, но именно в этот месяц Рамадан, когда ко мне обращаются братья с просьбой еще больше уделить внимание нашим братским отношениям, еще больше разъяснить свою позицию, естественно, я с большой благодарностью принимаю это приглашение и делаю встречный, еще более высокого уровня приглашения нашим дорогим ингушским братьям. Я предлагаю по окончанию этого месяца поклонение, в которое мы должны все мысли свои обращать к Господу в надежде на прощение, я предлагаю после месяца Рамадан записать развернутое интервью о тяжелой борьбе, о тяжелом пути ингушского народа за обретение субъектности в качестве одного из достойнейших народов Кавказа, об истории становления республики Ингушетия. Я предлагаю с кем-нибудь из авторитетных ингушских историков или политологов записать это интервью в Москве, в нашей студии. Я для этих целей даже приглашу профессионального режиссера с Первого канала, чтобы мы смогли в этой беседе расставить все точки над «и». И кроме того, я знаю, что на днях ко мне обратились ингушские аксакалы с предложением разобрать, рассмотреть возникающие недопонимания, разночтения по поводу наших позиций согласно слову Всевышнего Аллаха. Я Аллах. Разве для мусульманина может быть что-то выше того, чтобы его приглашали решать любой вопрос, кроме как по слову Всевышнего Аллаха. Искренне вас благодарю, дорогие мои братья, дорогие представители, уважаемых ингушских фамилий. Естественно, как мусульманин я не могу и не имею права отказаться от такого приглашения. Я с огромной радостью, с огромным счастьем принимаю данное приглашение. Единственное, я делаю опять-таки встречные предложения. Я убежден, что настолько тонкие и важные вопросы нам не стоит обсуждать ни на Кавказе, ни в России, поскольку Россия – это светское государство. И глубина проработки этого важного вопроса с точки зрения религии, с точки зрения фундаментальных подходов исламского права, она не сможет быть настолько глубокой, если мы это будем делать в рамках светского государства. Да и, с другой стороны, не стоит пугать власти и наших соседей по стране, не до конца понимающих смысл таких исламских процедур. Я предлагаю это обсуждение, согласно Слову Всевышнему Аллаху, провести в исламской стране, чтобы получить наиболее глубокое обоснование с точки зрения ислама. Я считаю, что лучшее место для подобной встречи и подобного обсуждения, вынесения правового решения – это Саудовская Аравия, Мекка, где находится дом Всевышнего Аллаха. Я думаю, что с привлечением крупных саудовских ученых мы смогли бы детально обсудить вопрос и дать такой ответ, который на долгие годы закрепил бы высочайший уровень доверительных отношений между нашими народами. Еще одним вариантом является Катар, где в Дохе находится штаб-квартира Всемирного Союза Исламских Ученых. Это крупнейшая исламская организация, которая объединяет более 100 тысяч исламских ученых в самых разных отраслях. Мы могли бы обсудить этот вопрос, возникший между нами, с крупнейшими представителями данной организации, может быть, даже с генеральным секретарем данной организации Всемирного Союза Исламских Ученых. Решение данного вопроса я взял бы на себя, и этот пример решения возникающих разногласий между братьями стал бы примером для мусульман нашего региона, нашей страны на долгие годы. Я еще раз благодарю вас, дорогие ингушские братья и сестры, за то, что вы уделили столько внимания моей скромной персоне в этот месяц и позволили мне заработать столько аджеров, потому что я день и ночь размышлял над тем, что я могу еще сделать такого для наших дорогих братьев и сестер, чтобы подтвердить чистоту своих намерений и найти возможность на самом высоком уровне обсудить с братьями ингушами вопросы ингушской истории, отношений между нашими народами и поднять эти вопросы на самый высокий федеральный и даже мировой уровень, уровень мировой исламской общины. Пусть Аллах Всевышний воздаст вам за все, что вы делаете, за то, что вы держите и меня, и других братьев Кавказа в таком тонусе, братья ингуши, без вас Кавказ не будет Кавказом. С надеждой на скорую встречу. Баракалавикум. Саламу алейкум. Варахматулах и баракату.